Народ, всем привет! С вами Врагун Ювелир и новая рубрика Обзор ювелирного оборудования Ну, наверное, вы все так давно ждали этой рубрики И так получилось, что я приобрел бормашинку Сейчас она вот здесь появится Ну вот она красиво, предположим, появилась И что это такое? Какие ваши мысли? В комментариях напишите Паузу только поставьте, не забудьте А мы продолжаем Анбоксинг, распаковка Интересно, что там? Да, нет, да, нет Погнали И... Вуаля Это бормашина О которой я давно мечтал И я понял, что это мечта многих ювелиров Особенно те, которые начинают И просят Просили об этом рассказать Вы смотрите такой вид у нее Как будто она БУ Нет, на самом деле она новая Я купил ее с витрины На выставке у компании Которая сказала Нам не нужна реклама Нас и так все знают Поэтому Не будем заострять на этом внимание А поговорим лучше Об этой замечательной бормашине Да, кстати Эта компания мне продала Эту бормашину Как корейскую А она ни хрена не корейская Почему? Потому что многие подписчики Которые уже давно работают На этой бормашине Сказали, что корейская Она совсем по-другому выглядит Ну ладно, не важно Давайте поговорим именно Об этой бормашине Погнали Давайте в кучу соберем Этот чудо-аппарат И посмотрим, как он работает Итак, у нас есть блок питания У нас есть педаль Соединяем Соединяем наконечник И вуаля Наш аппарат Бормашина готова к работе Да, кстати Из ништяков Был такой переходник На евророзетку Мы подсоединяем И вперед Мы собрали нашу конструкцию У нас есть педаль Как говорил, наконечник В общем, мы включаем Он У нас начинает работать бормашина Регулятором Биение Ну, по всей вероятности Пока нет Может быть она новая Есть второй вариант Вы выключаете И регулируете С педальки Как вам нужно Нажали Работает Не нажали Можете поставить под ногу Под руку Как вам удобно Можно, например, под локоть Кто-то кладет Прям Кайф Белиссимо Давайте посмотрим Найдем, может быть, плюсы Минусы Первый плюс Который я обратил внимание Это быстрая смена Боров Вы берете Вот так вот Оп Выкрутили Сняли бор Заменили И все Машинка работает Это огромный плюс Первое Второе Здесь нет шланга Вот этого Который гибкий Длинный шланг Который там Он все равно Как бы сковывает Ваше движение Здесь вот просто Вот такой вот Шнурочек Спокойненько Вы работаете Как угодно Третье Очень легкий Концевик Вот этот держатель Ну прям вот Он прям кайф И вот Ну держать в руках Приятно Конечно же Предыдущая Бормашина Тоже было приятно Держать в руках Но это больше приятно Итак То что она включается В двух положениях Либо с кнопки Либо с педали Это тоже Какое Дает преимущество Этой бормашине И самое главное Самое главное Пожалуй Это тишина То есть нет Этого Жужжания Которая Прям раздается Там Может быть Многих Может быть Вас конечно же Это не беспокоит Но давайте Подумаем О наших соседях Итак Кому это вообще Подошла бы Бормашина Монтировщиком Я попробовал Я попробовал Пообрабатывать Уже Предыдущую цепь Может сюда Вставим Кадр Из ролика Там где Я обрабатываю Замочек Цепочки Для Закрепщиков Закрепщики Ну прям Потому что Здесь нет биения Я уже попробовал Вот вставляю Сверло И оно прям Четко Четко Сверлит Я сейчас буду Все демонстрировать Все показывать И так далее Это может быть Для граверов Которые там Нужно что-то Точечно там Выбрать Там Или подрезать Я не знаю Там Тоже Для модельеров Ну и кстати Еще говорят Что для мастеров Маникюра Тоже это подходит Предположим Вы моделируете Повозку Берем Бормашину Меняем Ставим Фрезу Оп Она зачелкалась Хорошо держится Нет никаких Дополнительных Биений Берем кусочек Воска Включаем И начинаем Моделировать Как по маслу Вам что-то нужно Добавить обороты Пожалуйста Вам нужно Убавить Что-то сделать На малых Оборотах Пожалуйста И все Та же Тишина Кайфова Или вы Решили Что-то Смонтировать Вам нужно Обработать Берете Меняете Защелкнули Включили Включили Неудобно Вдруг Вдруг Вам что-то Нужно Просверлить Какое-то Отверстие Вы не можете Просто взять Любое сверло И сюда Зажать Почему Потому что Здесь Только можно Зажать Вот такой Диаметр И вам Придется Покупать Вот такие Специальные Сверла С хвостовиком Просто Зажать Вот это Сверло 09 Вы не сможете Либо через Сангу Либо Вот с таким Хвостовиком Вставляете Зажимаете И сверлите Почему-то Не хватает Мощности Сверло Останавливается О Нормально Сверлит Ну Кстати С мощностью Здесь Беда Похожа Нельзя Вот так Вставить Просверлить Целиком Нужно Вынимать Ну А так Все Хорошо Что я могу Сказать По поводу Тебор машины Да Ничего Плохого Потому что Я работаю Всего Два Дня Два Дня И Соответственно Ничего Плохого У меня Не случилось За исключением Того Что Придется Покупать Сверла С хвостовиком А так Ну По большому Счету Дороже Ну Ничего Страшного А то Кайф Какой И Какая Тишина Вообще Просто Белиссимо Наслаждаешься Этой Тишиной И Работай Шуршание Бормашинки Следите За тем Как я буду Использовать Я буду В каждом Клипе Когда Пользуются Бормашины Говорите Какие-то Комментарии Может Что-то Найдется Плохое Да Кстати Я нашел Что Малая Мощность Когда Я начал Сверлить Отверстие Вы не Стеночка Вот в этом Не очень Толстая Но Ничего Страшного Я думаю Что за Несколько Раз Она Просверлит Пускай Это Будет Самая Большая Проблема В этой Бормашине А так Если Вам Понравился Подобный Обзор Ставьте Лайк Нажмите На колокольчик Обязательно И Таких Обзоров Будет Больше Отпишите Также В комментариях На что Еще Сделать Обзор А Если Вы Производитель Ювелирного Я сделаю Честный Обзор С вами Маргун Ювелир Пока Бау